Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы ждали этого момента целых пять дней. С понедельника по пятницу сегодня выходной, и это просто великолепно. По традиции на нашей замечательной кухне мы с Сергеем Колосовым готовим завтраки. Сделаем мы это пока пьем кофе, пока делаем это первой кружку. Привет, Кирюх. Привет, Сергей. Давай по кофе и без лишних слов начнем готовить. Насколько сегодня вкусный кофе. Сергей, что сегодня будем готовить? Сегодня приготовим итальянский завтрак из двух блюд. Это будет брускетто и фритатто. Давай для тех, кто никогда не был в Италии, никогда не ел в ресторанах этой замечательной страны. Что такое брускетто и что такое фритатто? Фритатто это будет у нас омлет, по-русски говоря. Брускетто это будут бутерброды из багета, обжаренные на гриле, со сливочным маслом, с оливковым маслом. Все вкусное. Видимо, после этой программы, Сергей, а все те, кто обычно на завтрак едят бутерброд и омлет, будут говорить, дорогая или дорогой, я сегодня буду на завтрак брускетто. А к ней сделай фритатто. Давай замешаем омлет, держи, это тебе. Что мы должны сделать? Что нам в омлет надо добавить, чтобы он был у нас? И парируем яйца. Нужен белок. Белок. А куда девать желток потом? Или он нам не пригодится? Пригодится. Мы его добавим позже. Позже. Так. Ловкой рукой Сергей разбивает яйца. Ты можешь сейчас все дело взбить. Мы ждем ваших рецептов, и некоторые мы уже начали получать. Рецептов в каком смысле? Вы смотрите нашу программу, говорите, да я тоже так могу. И присылаете нам свой рецепт своего завтрака с фотографиями, с расписанными, естественно, всеми ингредиентами. И мы с Сергеем на нашей кухне стараемся повторить ваши маневры. Или сделать лучше. Очень громко работает миксер. Не слышу, что говорит Сергей. Быстрее говорю, быстрее, Кирилл. Включай, да, ты скорость. Давай яички, я туда высыплю. Вот он нормальный человек, вот как вы думаете? Отсепарировал, а теперь обратно все сюда закинул. Мы бы все вместе бы не смогли так сделать. Молоко и немножко сливок жирных я добавил, чтобы все вкуснее было. Накладывай больше, Сергей. Я люблю, чтобы было много начинки. Нет, ну а что, нет, а как ты себе представляешь? Завтрак должен быть сытным. Я считаю, что чем больше начинки, тем лучше. Особенно, если начинка состоит из мяса, из сыра. Ммм, лепота. Ну все, я думаю, достаточно. Давай, ставь сковородку маленькую. Мы в ней же будем отдавать наше блюдо. Чугунное. Я возьму. Давай я это вот отставлю. Морепродукт. Часть морепродукта мы положим и обжарим на брускетту. Часть мы положим во фритату. Во фритату. Во фритату. Так, из морепродуктов мы, значит, берем королевские креветки. У нас есть большие. Плюс у нас из морепродуктов есть вкуснейшие гребешки. И, собственно, еще у нас есть... Нет, это не будем добавлять. А это не будем добавлять. Типа. Будем еще использовать в омлете помидоры черри. Так. Сырный тарелу. Мне кажется, у нас тут все... Лей-лей-лей. Мариную морепродукт соком, лаймом. Еще небольшой нюанс. Если у вас позволяет плита, вы можете приготовить просто на сковородке. Под крышкой. Под крышкой. Мы решили пойти немножко дальше. У нас позволяет наша... Наша кухня позволяет нам это сделать. Мы решили отправить нашу маленькую сковородку с нашей фритатой в духовку на 5 минут, чтобы она у нас поднялась, стала пышной и обжарилась сверху. И напоследок мы положим итальянский сыр, моцареллу. Моцареллу. Чтобы у нас вот так все красиво, все это дело запеклось. Пока наша фритата запекается, будем делать брускетту. Напомню, что это бутерброд. Что будем делать? Нам сейчас нужно будет обжарить наши морепродукты. Так. Сделаем фламбе. Фламбе что это? Фламбе. Это поджигаем алкогольные напитки. В данном случае мы будем использовать ликер анисовый. Он придаст такую некую сладость морепродукты. Хорошо. Будет прикольно. Так. Немножко оливку маслом. Немножко. Чуть морепродуктов. Тимьян. Морепродукты любят тимьян, если что. Лучший момент в нашей программе, друзья. Очень любимый твой момент. Если вы будете пробовать этот рецепт дома, помните о том, что с огнем лучше не шутить и делать это крайне аккуратно. Близится к завершению наше блюдо. Делаем мы уже брускетту. Брускетту, да. Фритатта наша почти готова. Нам осталось ее обжарить и украсить всякие. Даже не украсить, а положить всякие вкусняшки на нее. Отлично. Мне кажется, зрители считают, что я здесь только ем на этой программе. Ну, конечно, так и есть, конечно. Ну, что уж там. Подавать будем на доске. Вы посмотрите, какая фритатта у нас получилась. Осталось ее немножечко украсть. Доукрасить. Мы используем мини-моцареллу. Мини-моцарелла. По три штучки на каждую. По три половиночки. По три половиночки. У меня есть помидоры конкассеты, итальянские помидоры. Ошпаренные. Снята шкура. То есть, внутри сердцевина. Шкура. Как будто кабана завалил только что. Снята шкурка. Внутри сердцевина выточена. Замаринована в чесноке, с зеленью. Чудесно выглядит. А пахнет как? Уф. Так. Морепродукты. Морепродукты тебе. Они были такие большие. Закарамелизовались за счет ликера. Отлично пахнет. Вот просто здесь такие ароматы, что выделяется слюна. Хочется заняться своим любимым делом. Бесконечно крутое сочетание белого хлеба, масла, мини-моцарелл, помидорки и морепродуктов. Бесконечно крутое сочетание. Просто обалденное. Наши брускетты с фритатой готовы. Лучшее время в программе. Время, когда мы пробуем то, что приготовили. Приятного аппетита. Друзья, экспериментируйте на своей кухне. Делайте вкусные блюда и угощайте из своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Легкого утра. Доброго дня. Субтитры подогнал «Симон»